Сейчас мы попробуем с помощью Emotion Freedom Technique, с помощью EFT, попробуем избавить от зависимости, зависимости от курения. И для начала нам нужно будет произвести некую оценку, насколько же ты действительно хочешь курить. Итак, от 0 до 10 баллов. Для начала вытащи, пожалуйста, сигарету, понюхай ее, смотри, как она пахнет, сам этот процесс. Все вот это вот то, что ты делаешь. Скажи, пожалуйста, где тебе бывает приятнее всего курить? Вот когда ты очень-очень хочешь курить. В процессе разговора, то это получается как бы сознательно. То есть если я там по телефону разговор, мне нужно чем-то руки, так скажем, занять, я сразу начинаю курить. Давай вот сейчас вспомнишь вот это состояние, то есть когда ты представляешь себе, что ты говоришь с кем-то участвуем, мы с тобой как раз-таки разговариваем. То есть при том, когда мы с тобой говорим, наверняка у тебя может возникнуть желание чем-то занять свои руки. Давай мы оценим по 10-польной шкале, насколько сильно тебе хочется взять в руки сигарету, сделать следующую, да, ты кладешь ее в рот, затем ты берешь зажигалку и делаешь в ту затяжку. Давай посмотрим, насколько сильно действительно хочется тебе вот этого. По 10-польной шкале. Вот при этом вести. Вот это баллов восемь. Баллов восемь, окей. Значит, баллов восемь. Ну, сейчас пока сигарету можно будет положить где-нибудь рядышком, да, или вовнутрь, и, значит, давай дальше поговорим, да. То есть что такое вообще, в принципе, сама вот эта зависимость? Как правило, это определенный эмоциональный отклик, который рождает вот это движение. То есть что происходит при том, когда ты закуриваешь? Что тебе это дает в эмоциональном плане? Наверное, расслабление некое. Расслабление. Что еще это может давать в эмоциональном плане? Может быть даже какую-то уверенность. Уверенность придает, да, когда ты сигарету держишь руках. То есть это рождает в тебе, курение рождает в тебе некое состояние расслабленности, некой уверенности, или ты как-то принимаешь какую-то область, если может, да, при этом? Ну, непросто верно, нет. Но я стараюсь курить в таких закрытых местах, потому что стесняюсь. Подожди, как в своем роде закрытых местах? Ну, в смысле квартира, в офисе, в специальных местах. То есть на улице я практически не курю. Бывала, конечно, когда еще можно было, в кафе курила, но очень редко. В основном это вот, чтобы меня никто не видел. Так, но если тебя никто не видит, что тебе дает сигарета? Какие ощущения при этом? Что бы национальный план не дает тебе сигарету? Именно вот если я поразговариваю. То есть ты разговариваешь, получается, по телефону, не с какой-то, не с обесенником, который с обесенником? Так, ну, бывает. Но в основном это по телефону чаще бывает, чтобы мне нужно что-то в руках было. Обязательно. Ну, не знаю, может быть, какое-то спокойствие. Так, хорошо. Окей, хорошо. Ну, давай тогда мы с тобой просто начнем работать по EFT. Соответственно, мы будем стимулировать некоторые точки, которые ты уже знаешь, да? И, в принципе, мы их сейчас объяснять не будем. И, скорее всего, начнем мы по той старой схеме, потому что есть различные схемы по EFT, как можно просугивать, да? Ну, мы, наверное, по той же самой схеме пойдем, чтобы не сбивать сейчас, да? Ни тебя, ни тех, кто уже, в принципе, знает что-то такое про EFT. Так, и начнем с тобой стучать по игроку. Несмотря на то, что я курю, и у меня есть такая зависимость, ты должна проговаривать вместе со мной. А. Несмотря на то, что я курю, и у меня есть зависимость от курения. От курения. Несмотря на это, несмотря на это, я остаюсь прекрасным человеком. Я остаюсь прекрасным человеком. Несмотря на то, что я курю, несмотря на то, что я курю, есть такая зависимость. У меня есть такая зависимость. Я глубоко и всецело, я глубоко и всецело, люблю себя. Несмотря на то, что у меня такая зависимость, я все равно остаюсь прекрасным человеком. Да, у меня есть зависимость от курения. Потому что мне нравится то, что сигарета делает для меня. Сигарета меня расслабляет. Она дает мне какую-то внутреннюю уверенность. Само это движение, когда я беру сигарету, закуриваю ее. Мне очень нравится запах сигарет. Мне очень нравится дым от сигарет. Мне очень нравится затянуться этим дымом. Вдохнуть его глубоко. Выдохнуть. И при этом я ощущаю спокойствие. Мне нравится быть зависимой от сигареты. Мне нравится то, что я не могу сейчас избавиться от нее. Мне нравится то, что я не могу сейчас избавиться от нее. Мне нравится эта зависимость. Мне нравится эта зависимость. Мне нравится то, что у меня будет очень сильная тяга к сигарете даже в тот момент, когда курить совсем нельзя. Даже в тот момент, когда курить нельзя. И мне нравится эта зависимость. И мне нравится эта зависимость. Когда сигареты нет, я чувствую себя неуверенно. Я чувствую себя неуверенно. То есть моя уверенность напрямую зависит от сигарет. То есть моя уверенность напрямую зависит от сигарет. Есть сигарета, я спокойна. Есть сигареты, я спокойна. А без сигареты я человек не уверен в себе. И мне нравится эта зависимость. Мне нравится то, что мои легкие вдыхают черный дым. И на моих легких может оставаться сажа. И на моих легких может оставаться сажа. Такая же, которая может оставаться в моей пепельнице после того, когда я покурила. Такая же после того, как у меня остается в пепельнице, после того, как я покурила. Я вижу эту черную сажу, черный пепел. Я вижу этот черный пепел. Я представляю, что это то же самое в моих легких. Я представляю, что это то же самое в моих легких. Мне нравится эта зависимость. Мне нравится эта зависимость. Мне нравится то, что сигарета делает для меня. Черный дым, оседающий в моих легких. И это всего-навсего то, что сигарета дает мне уверенность. Вдох. Что мы сейчас делали? Мы сейчас, по сути дела, не стали убегать от тех вещей. То есть мы не стали говорить, что это плохо. Как правило, когда ребенку говоришь, что это плохо и нельзя, он туда полезет. То есть он, наоборот, начнет делать ради интереса, можно сказать, нас внутри. Поэтому в этом случае, смотри, мы, по сути дела, эту часть приблизили. Мы не стали от нее убегать. Но уже сейчас мы можем попробовать с тобой еще раз оценить ту тягу, которая у тебя есть к сигаретам. Давай еще разочек вытащим сигарету. Понюхай ее. Представь, что ты говоришь по телефону. Насколько баллов сейчас будет это желание покурить? Ну, баллы. Осталось или снизилось что-то? Снизилось. Назвозначно. Осталось, наверное, баллы три. Три балла. Окей, клади обратно. Хорошо. Теперь мы будем работать еще дальше. Несмотря на то, что у меня есть зависимость от курения, тем не менее, я прекрасный человек. Несмотря на то, что у меня есть зависимость от курения, я прекрасный человек. Но сейчас я хочу быть просто прекрасным человеком без этой зависимости. Но сейчас я хочу быть прекрасным человеком без этой зависимости. И я принимаю решение избавиться от этой зависимости легко и естественно. Будем включать теперь по точкам. Да, эта зависимость есть у меня. Да, я это понимаю. Но сейчас я чувствую в себе силы избавиться от этой зависимости. Избавиться от этой зависимости. Потому что она это пережит от моего прошлого. Потому что она это пережит от моего прошлого. А сейчас я могу чувствовать себя прекрасным, уверенным человеком и без этой зависимости. А сейчас я могу чувствовать себя прекрасным, уверенным человеком без этой зависимости. Я могу великолепно говорить по телефону, чувствовать себя спокойно, уверенно, без зависимости от сигареты. Я могу спокойно говорить по телефону без этой зависимости. Без сигареты. Я, конечно же, люблю запах сигарет. Я, конечно же, люблю этот запах сигарет. Мне приятно бывает сделать затяжку и отпустить ее. Мне приятно сделать затяжку и отпустить ее. Но я вижу пепел в моей пепельнице. И я прекрасно понимаю, что нечто похожее ложится полностью на мои легкие. И в каждой этой затяжке есть несколько граммов этого никотина, которые черным пеплом потом ложатся на мои легкие. Попадает в кровь. Приводит организм к интоксикации. У меня такое впечатление, что мне это уже не нужно. Мне не нужно дергаться от того, что я не смогу вести себя уверенно и хорошо, если не рядом сигареты. Мне уже не нужно дергаться из-за этого. Мне уже не нужно дергаться, если даже рядом нет сигареты. Я могу прекрасно чувствовать себя уверенным и спокойным человеком. Я могу прекрасно чувствовать себя уверенным и прекрасным человеком. Я хочу избавиться от страха бросить курить. Потому что в этом страхе есть мое незнание, а какой же я буду без сигареты? А какой же я буду без сигареты? Какой будет Таня, если она не будет курить, когда будет разговаривать? Я хочу избавиться от страха бросить курить. Потому что сейчас я прекрасно вижу себя. Я вижу, какая я буду. Моя уверенность никуда не денется. Я буду прекрасно разговаривать и общаться. Я даже не вспомню про сигареты. Я принимаю решение бросить курить. Сигареты больше не существуют в моей жизни. Потому что я дышу легко и ровно. Я есть прекрасный, здоровый, восхитительный человек. Я прекрасна как изнутри, так и снаружи. И мне больше не нужно отравлять свои легкие. Чтобы просто почувствовать себя уверенно. Я и так есть уверенная. А мои легкие чистые. А мои легкие чистые. Все мое тело чистое. Все мое тело чистое. До самой старости. Сигареты больше не существуют в моей жизни. И очень легко. Потому что я чувствую себя независимой. Я независима. Я свободна. И очень легко. Мне очень легко. Я свободна. Я свободна. Я здоров. Я здоров. Я люблю себя. Я люблю себя. Я люблю свое тело. Я люблю свое тело. Я люблю свое тело. Вдох. И опять берем сигарету. И мухаем. Кстати, запах даже поменялся какой-то. То есть в первый раз запах совершенно пуст рукой сигареты. Ну, так скажем, у меня один балл. Один балл еще остался? Да. То есть не до конца. Что можно держать от того, чтобы окончательно избавиться от сигареты? Какое внутреннее сопротивление к тому, чтобы полностью от нее отказаться? Хотя, если честно, я пойму, что я спрашиваю еще всю жизнь. Ну, как бы я здесь комфорт пошел. То есть реакция тела на сигарету? А негативная. Негативная пошла. Негативная пошла. То есть ты можешь сказать, что если ты будешь дома, еще раз повторяйте то, что мы сейчас съемли. Да, за все таком еще. Практика, повторение каких-то. Смысл понятия? Да. То есть твоя зависимость от сигареты есть просто твоя уверенность. Но можно быть уверенным без зависимости и оставить свое тело во все равно здоровом состоянии. Согласна. На какой тот клик? Да. Ну что, нужно поаплодировать телу. Спасибо.